Доброго вам дня, уважаемые подписчики нашего канала! Сегодня мы поговорим о выборе волны профнастила для забора. Начнем с того, что забор из профнастила это сплошной забор, а значит он имеет парусность. Но в отличие от открытого, продуваемого забора является хорошей преградой для ветра. Поэтому нагрузка ветряных потоков на такую конструкцию может быть очень сильной, особенно когда забор установлен на открытой местности. При установке забора используется профнастил, в маркировке которого используется буква «С», что означает «стеновой». Следующие за ним цифры определяют высоту волны профлиста. Чем она больше, тем жесткость профнастила выше, а значит он сможет выдержать более высокие нагрузки. Для выбора марки профнастила необходимо учесть различные факторы. Первый из них – производитель профнастила. При выборе листа лучше всего отдавать предпочтение российскому производству, так как технические характеристики и допуски в других странах сильно отличаются от российских. Второе. Какую толщину листа выбрать? При выборе толщины листа необходимо решить, будет ли ваш забор временным или постоянным, так как если временное ограждение, то сойдет и 0,3 мм. А если забор будет постоянным, то лучше выбрать толщину листа 0,4 мм или 0,5 мм. Третье. Какую высоту листа лучше установить? Чем меньше высота листа, тем, соответственно, меньше парусность. Стандартные высоты заборов из профнастила – 1,5 м, 1,7, 1,8 и 2 м. Четвертое. Какое покрытие листа выбрать? У профнастила может быть два вида покрытия – одностороннее или двустороннее. Можно также выбрать профнастил без покрытия вообще, просто оцинкованный. Как показывает практика, в большинстве установок забора можно использовать стандартный профнастил марки С8-1150. А если необходима повышенная прочность конструкции, то можно использовать высоту волны 20 или 21 мм. А также можно дополнительно усилить каркас забора более мощными столбами 80 на 80 мм и рядом дополнительных лак. Также при выборе профнастила стоит учесть и другие факторы. Например, ширина листового металла составляет 1,25 м, и чем выше волна, тем более узким становится лист профнастила. А значит, количество материала при монтаже автоматически увеличивается. Особенно это актуально, когда длина забора очень большая, а следовательно, траты на материал значительно возрастут. Чтобы было понятнее, вот вам простой пример сухих цифр. Подводя итоги, повторюсь. При выборе листа необходимо учитывать производителя, высоту листа, толщину листа и полимерное покрытие профнастила. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok